Было ли в твоей жизни такое, что у тебя есть хорошая амбициозная цель, и ты знаешь, как ее достичь, ты умеешь ее достигать, у тебя есть все ресурсы для того, чтобы ее достичь, но ты изо дня в день откладываешь достижение этой цели. Психологи данному поведению даже придумали специальный термин, который называется прокрастинация, или другими словами, откладывание важных дел на потом. Ты можешь серфить в интернете, ты можешь делать все что угодно, но только не то, что помогает тебе достичь целей. В этом видео я поделюсь с тобой сразу тремя NLP техниками, которые помогут тебе избавиться от этой непозитивной привычки. Все дело в том, что когда ты прокрастинируешь, жизнь проходит мимо, а жить-то хочется, а целей достигать хочется, а результатами то радоваться и хвастаться тоже хочется. Поэтому давай разбираться для начала, откуда это все появляется. На мой взгляд, есть две основные причины, почему так происходит. Первая причина это сильно большая цель. Сейчас поясню, что это значит. Когда у тебя есть большая амбициозная цель, и ты от нее достаточно далек, то тебе кажется, что пропасть между тобой и этой целью очень большая и очень глубокая. И нырять в эту пропасть совсем не хочется ни разу. И ты не рассматриваешь такой момент, как постепенно по шагам сначала спускаться на дно пропасти, а потом постепенно по шагам подниматься на вершину этой пропасти и достичь своей цели. То есть первая проблема это слишком большие цели, которые достаточно плохо оцифрованы. То есть нету конкретных критериев и нету конкретного понимания у тебя на уровне бессознательного, что ты движешься к цели. И решить эту проблему помогает простой инструмент. Он называется шкалирование. Что это значит? Обычно, как делаю я, я беру лист бумаги, делаю на нем отрезок, не знаю, 10 сантиметров, делю условно говоря на 10 частей или 100% и понимаю, что вот моя цель, она будет здесь, а я сейчас нахожусь в точке А. И когда я делаю даже маленькие микроскопические шаги, то я на этой шкале, на этой линейке делаю небольшие отметочки. Я продвинулся на полпроцента к своей цели, я делаю отметочку. Таким образом ты визуализируешь свой прогресс. И это очень важно, потому что когда у нас нету этого визуального подтверждения и мы делаем какие-то небольшие шаги к огромной цели, нам кажется, что мы ничего не сделали и нам кажется, что мы не продвинулись. Поэтому инструмент шкалирования, инструмент оцифровка очень хорошо подойдет. Наверняка ты знаешь этот инструмент, если ты играл в компьютерные игры, там уровень жизненной энергии отображается в виде такого эквалайзера. И это тоже отображение, только здесь ты используешь этот момент как на увеличение. То есть вот если посмотреть еще даже на Яндекс.Навигатор, он тебе показывает, как ты достигаешь своего маршрута. То же самое можешь сделать ты на листе бумаги, и у тебя тоже будет такая оцифровка и понимание, как ты движешься. Это прям очень важно, потому что когда ты смотришь на эту огромную-огромную пропасть, тебе кажется, что вот ты ее никак не перепрыгнешь. И многим людям действительно хочется пропасть перепрыгнуть, нежели просто сначала аккуратненько спуститься, а потом аккуратненько подняться. И дальше мы переходим ко второй причине появления прокрастинации. Она на самом деле очень простая и банальная, но многие люди ее игнорируют. И я тебе дам сразу и решение этой задачи. Смотри, мы все хотим получать результаты. Мы всем, и у меня есть хорошие цели, и у тебя есть больше, чем уверен, хорошие цели. И мы готовы радоваться, мы готовы хвастаться результатами. То есть мы по большому счету любим результат. Мы любим то, что у нас получается в итоге. Если мы добились чего-то хорошего, не знаю, получили какой-нибудь диплом, получили какое-нибудь образование, заработали много-много денег, у нас всегда есть какая-то вторичная выгода. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы нас по головке погладили, для того, чтобы нами восхитились, для того, чтобы нам кто-то что-то сказал. То есть когда мы достигаем результата, для нас понятно, что это значит. И у нас есть вторичная выгода, которая нас движет к этой цели. Я уже не буду повторять о всех похвалах и о всех бенефитах, которые есть, связанные у тебя с этой целью. Но большинство людей просто не любят и ненавидят сам процесс. То есть мы любим результат, мы его хотим, мы его желаем, мы его жаждем. Но мы не любим процесс. И вот в этом на самом деле большая проблема. Потому что многие люди не умеют находить смыслы и не умеют находить вторичные выгоды и кайфы в именно делании процесса. Допустим, у меня есть глобальная большая цель сделать на своем канале, чтобы у меня было тысяча роликов. И я понимаю, что вот тысяча роликов, это прям очень круто, это очень большой объем, это много-много лет работы. Три года или четыре. Может быть, я быстрее, конечно, достигну этой цели. Но тем не менее. И я понимаю, что в этом процессе мне нужно будет делать очень много действий. И если я не найду в этом процессе, мне нужно снимать видео, мне нужно обрабатывать звук, мне нужно монтировать, мне нужно делать картинки, заголовки. Я просто сейчас привожу тебе на своем примере. И, конечно же, там столько рутинной, дурацкой работы, которая просто отбивает напрочь всю мотивацию. И отсюда и появляется прокрастинация. Ты, когда видишь огромную вот эту цель, ты не можешь ее достигать. Потому что, ну блин, мне для того, чтобы записать тысячу роликов, я вот такую себе цель поставил пару лет назад. Это же нужно сколько всего перелопатить материала, подготовить, сценарий написать. И многие из этих вещей я делать не люблю. Очень не люблю. Например, монтаж, там прописывание SEO-описания и так далее. Ну не буду тебя травить вот этими скучными терминами. Я действительно их делать не люблю. Но очень важно найти в том процессе, который тебе нужен для достижения результата, кайфы. Иными словами, научиться любить действия. Если, допустим, я не очень люблю монтировать видео, просто привожу тебе на своем примере. Но я очень люблю снимать видео, я очень люблю с тобой общаться. Я очень люблю проводить прямые эфиры. И это меня движет. И это мне нравится. Поэтому второе решение. Найти тебе обязательно то, что ты можешь полюбить в самом процессе достижения цели. Найти те действия, которые тебе именно в процессе будут давать удовольствие. Мне, кстати, доставляют еще огромное удовольствие при достижении моей цели. Это твои комментарии. Особенно комментарии позитивные. И больше всего я люблю комментарии, когда ты написал. Я посмотрел твое видео, все стало на свои места, и у меня все стало получаться. Как это делают многие наши подписчики. Поэтому я к тебе ссылаюсь и обращаюсь, чтобы ты почаще заходил на мой канал и делился своими результатами. Но суть не в этом. Суть, я думаю, ты уловил. Даже получилось не 3 NLP техники, а сразу еще несколько параллельных советов. То есть нужно не только любить свою цель, но и нужно еще найти в процессе достижения цели вещи, которые тебе доставляют удовольствие. Иначе ты просто эту цель никогда не достигнешь. Потому что прокрастинация именно и возникает в тот момент времени, когда ты понимаешь, что тебе нужно сделать очень много неприятных, ненравящихся тебе вещей. Причем в огромном количестве и, скорее всего, делать их из раза в раз. Ну, это как классический пример. Там, олимпийский чемпион. У него есть цель. Медаль. Получить олимпийскую медаль, к примеру. И он к этой цели идет, наверное, всю жизнь. И много-много лет. Ну, как минимум лет 5, 7, 10. Да, олимпийскими чемпионами не рождаются. Да, есть определенные задатки. Но есть и очень много работы. И поверь ты мне, там, вот спортсмен, который занимается, атлет, да, который бегает. И для того, чтобы ему занять его, получить заветную медаль, ему нужно там 10 лет очень много бегать. И если он в этом беге не будет находить кайфа, если он не будет в этом процессе подготовки не будет находить то, что ему действительно нравится, то он никогда не достигнет своей медали. Надеюсь, с этим ты разобрался. Теперь переходим непосредственно к техникам. Первую технику я тебе уже рассказал. Это шкалирование. Просто на своем листе бумаги возьми, сделай вот такую линейку, где будет 100% и 0%. Отметь там, где ты сейчас. И делая каждое минимальное действие в сторону своей цели, обязательно отмечай свой прогресс. И пусть у тебя вот эта вот твоя шкала, она начинает заполняться. Если хочешь, я тебе покажу, как я снимаю 1000 видео. Я сделал не шкалу. Я взял на листе А4, расположил 1000 квадратиков. И каждый раз, когда я выпускаю новое видео, я ставлю галочку в одном из квадратиков. И на сегодняшний день у меня уже порядка 20% заполнено. И этот листок, он мне помогает именно следить за тенденцией. Поэтому если у тебя цель измеряется в чем-то, где нужно сделать чего-то 1000, можешь тоже последовать этому способу. А на какие-то другие цели я просто на листе бумаги рисую полосу со 100 делениями и каждое деление потом заполняю. Можешь сделать это вертикально и заполнять как пробирку. Это тоже будет хорошей такой визуализацией для достижения желаемого. Итак, вторая техника. Вторая техника называется диссоциация. Что это значит? Все уже прекрасно, кто изучает NLP, все NLP мои уже знают это понятие. Это когда я могу отсоединиться от себя и как бы увидеть себя со стороны. И это очень важно для внутренней мотивации. Как правило, когда ты представляешь какое-то не очень приятное действие, которое нужно тебе делать, и ты его представляешь ассоциированно, то есть ты смотришь на это своими глазами. Ну, допустим, давай на моем примере, чтобы было понятно. Я вот очень не люблю монтировать видео, но мне это нужно делать, потому что я себе поставил такую цель. И для того, чтобы мне заставить себя посадить самого себя за монтаж видео, мне нужно, если я буду сидеть и представлять себя, как бы глядя на весь процесс монтажа своими глазами, конечно, это будет у меня вызывать некое отвращение, неприятные ощущения, неприятные эмоции. Но если я представлю себя видящим себя со стороны, то есть я вот представляю себя, условно говоря, сидящим за компьютером, за компьютерным столом, который монтирует видео, это уже у меня вызывает намного меньше сопротивления, потому что диссоциированное представление, оно помогает убрать как раз-таки эмоции. И уже по исследованиям заметили, что у большинства людей мотивация существенно поднимается, когда они себя представляют со стороны. Классический пример, мне очень часто на тренингах люди хотят начать заниматься бегом, бегать по утрам. И я тогда прошу человека выйти ко мне на сцену, условно говоря, и мы начинаем общаться. И он начинает рассказывать, как он представляет свою пробежку. Лежа в кровати, он представляет, как он бежит изнутри себя, ассоциированный. И говорит, у меня это вызывает неприятные ощущения, а если еще дождь, какой-то озноб, где-то гусиная кожа появляется. То есть неприятно. И представляя свое действие ассоциированно, у тебя мотивации не прибавится. Но как только я прошу своего участника демонстрации, а попробуй представить себя бежащим уже на этом стадионе. То есть увидеть себя со стороны. Диссоциация это увидеть себя со стороны. И когда человек начинает себя представлять диссоциированным, когда он начинает представлять себя уже бегущим по стадиону, что он делает? Он, во-первых, отключается от неприятных ощущений, и во-вторых, он уже видит тот результат, к которому он стремится. Поэтому бери на вооружение. Диссоциация вообще самый лучший помощник в борьбе с прокрастинацией. Главное потренировать этот навык. Видеть себя со стороны. Это как если бы я сейчас представил себя со стороны. И это очень хорошо работает. Ну и третья, самая главная, самая ключевая техника, она тоже отчасти связана с диссоциацией, она называется путешествие в мечту. Что это значит? Это значит, что если у тебя есть какая-то цель, желательно эту технику делать стоя, и чтобы у тебя было пару метров свободного пространства, чтобы ты мог пройтись. Путешествие в мечту заключается в том, что ты сейчас отмечаешь такую, условно говоря, линию перед собой, стоишь в настоящем, и думаешь о своей цели. Представляешь себя достигшим эту цель где-то в будущем. И тебе нужно как-то визуально отметить, через сколько это будет. Ну, то есть, условно говоря, мы играем сейчас в метафоры. И ты представляешь, что там через 2 метра, условно говоря, это будет через год ты хочешь достичь какой-то цели. И вот через 2 метра это будет расстояние, к примеру, год, на твоей вымышленной такой линии времени. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно, стоя сейчас в настоящем, посмотреть на себя в будущем, увидеть себя уже достигшим эту цель со стороны, посмотреть, как ты там выглядишь, вот прям представить, прям завизуализировать, прямо очень важно. А дальше мы делаем вот что. Дальше мы, когда уже хорошо провизуализировали, когда мы уже хорошо представили самого себя достигшим эту цель на нужном временном отрезке, мы делаем шаги, шаги вперед, шаги вперед, и ассоциируемся уже с собой в будущем. То есть, вот ты перешел на то место, где ты себя обозначил в нужный срок и достигшим цель. И ты себя уже ассоциируешь. Ассоциируешь для чего? Для того, чтобы понять и ощутить, как круто быть уже в этой цели, как круто быть уже обладающим каким-то, не знаю, знанием, дипломом, сертификатом. Это все зависит от твоих целей. Вот я, допустим, представляю, что через три года у меня будет уже записано тысячу видео, и уже очень много людей по моим видео обучатся техникам NLP и будут успешно применять свою жизнь. Я вот таким образом себе представлю там через три года, через два. Условно говоря, там через два я сейчас хочу себе так обозначить. То же самое делаешь ты со своей целью. То есть, сначала ты представил, где это будет на линии, увидел себя со стороны уже достигшим эту цель, потом перешел и как бы соединился с собой в будущем. То есть, стал с собой в будущем. А себя настоящего как будто оставил на этом же месте стоять. И когда ты пришел уже в это место, тебе стоит развернуться и посмотреть на себя настоящего. Во-первых, ты ассоциировался, ты насладился всеми бенефитами от достижения этой цели. Потом ты получил все необходимые эмоции и ощущения, все кайфы, как говорится. И ты из будущего смотришь на себя настоящего. И ты видишь себя со стороны. И твоя задача себе настоящему сделать несколько каких-то советов и рекомендаций. И обычно люди рекомендуют, будь смелее, никого не слушай, ну и так далее, и так далее. Ты сам найдешь нужные слова. Самое главное здесь опять же поработать с вот этим вот перевоплощением из себя настоящего в себя будущего. Потом ты, находясь в будущем, отправляешь себе настоящему какое-то послание, все, что ты должен ему сказать. Это очень хорошо. Можно смоделировать наверняка у тебя в прошлом были какие-то проблемы, которые ты успешно преодолел. И сейчас ты смотришь на эти проблемы уже легко. И ты можешь себе прошлому что-то сказать. Ой, было бы о чем переживать. Ой, было бы там чего расстраиваться. Ну что-то такое. И вот здесь, когда ты стоишь в будущем, тебе нужно сделать себе такое хорошее, мощное, мотивирующее послание, которое будет доносить и весь смысл достижения этой цели, и подбадривать одновременно. Когда ты сделал это послание, почему и техника называется путешествие в мечту, то есть ты как бы сходил, ты как бы ассоциировался, ты как бы попробовал. Потом твоя задача снова вернуться в настоящее, опять ассоциироваться с собой, стать снова собой и увидеть того будущего человека, который уже тебе что-то сказал. И принять от него эти слова с благодарностью. Не дрейф, ты крутой там, я не знаю, какие ты сам себе можешь слова сказать. И таким образом ты моделируешь ситуацию и даешь совет самому себе. И это очень важно. И поверь ты мне, когда ты услышишь эти слова, сказанные самим собой, о прокрастинации не будет и речи. Это передача «Утренняя раскачка». С тобой был Юрий Пузыревский. До скорых встреч. Успехов тебе.